ГК РС. Команда номер 4. Абсолютно верно. Настоящая битва умов, схватка амбиций и торжество знаний. В Самарской публичной библиотеке стартовал городской турнир в рамках закона. На хрупкие плечи Марии Степановой, ученицы школы номер 63, легла ответственная задача. Девочка – капитан команды. Ребята упорно готовились. Сотни школьных уроков, десятки решенных задач. Мария уверена, все это было не зря. Старания обязательно принесут свои плоды. Эти знания, я уверена, что точно пригодятся кому-то в будущем, ведь человек может попасть в разные ситуации. Волнуюсь, конечно, но, в принципе, настроена очень хорошо. Команду поддерживает Ольга Мишина, учитель истории и общества знания. Педагог говорит, выражение «чист как белый лист» точно не про ее учеников. В команде лучшие из лучших. С ребятами мы стараемся обратить внимание на практические ситуации, разбираем конкретно какие-то сложные правовые задачки определенные. Прививаем любовь к закону, к культуре, к правовой, чтобы знали свои права, конституцию знали, свои обязанности знали. В зале собрались настоящие знатоки права. Для ребят юристы и специалисты по работе с молодежью приготовили задания различного уровня сложности. Школьники отвечают на вопросы по правоведению и разгадывают ребусы. Это нужно для того, чтобы у молодежи повышался уровень их правовой грамотности. К сожалению, сегодня мы замечаем, что он не на самом высоком уровне, но с помощью таких игр, с помощью таких турниров мы даем возможность ему знать как можно больше. Ответы оценивает жюри. Организаторы говорят, это не просто игра, тут все по-взрослому. На столе у каждой команды специальная кнопка. Если знаешь правильный ответ, скорее нажимай. В такой игре важны не только знания, но и скорость реакции, а еще креативное мышление. Сегодня в турнире у нас принимают участие все пять школ Самарского района. И очень интересно, что это проходит в такой игровой, нескучной форме. Я думаю, что и детям это очень понравится, и у них останутся действительно остатки знаний, которые пригодятся им в дальнейшем. Правовой турнир проходит в несколько этапов. В финале встретятся сильнейшие команды. Они будут бороться за первое место. Организатором встречи выступил Самарский дом молодежи. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.